Истинный творческий человек Свою империю подарил сильным жителям и гостям Светлойской области Выставки «Вечный сад» И представил этой выставки в самых разных хипостасях Мастера по премьеризному делу Мы здесь можем любоваться живыми каменными цветами Восхищаться пейзажами уральских дарей И лет, наверное, не дали у нас И погружаться в отечественную службу Благодаря вашему жанру композиции Субтитры создавал DimaTorzok Поздравляю вас быстрее и хочу вам вручить благодарственное письмо От Министерства инвестиций и Светлорского областного совета Ваша многолетняя и благотворная творческая деятельность Способствовала созданию уникальных по своей значимости изделий камнерезного искусства Обогативший Нижнетагильский промысел художественной обработки камня Все это подтверждается многочисленными дипломами и грамотами За участие в престижных выставках, конкурсах и фестивалях Субтитры создавал DimaTorzok Дивной, невероятно жизнеотверждающей, яркой, солнечной выставки Вечный сад Музей истории камнерезного и великого искусства Поздравляет выдающегося камнереза Самобытного унавского художника Виктора Михайловича Васильева В 60-х летиям и открытием персональной выставки Вечный сад За 30 лет творчества мы подарили ценителям камнерезного искусства Множество незабываемых встреч прекрасных Вы, но останавливающие мгновения Вам подвластна хрупкая, ускользающая красота и мегаполиродия С юмором, тактичностью, великолепным чувством цветовой гармонии Вы подходите к воплощению литературных и исторических сюжетов камня Извечная шкатулка и строгая база Брайский пейзаж и анималистика Все достигло Вам Ваша творческая судьба уникальна От изучения данных свойств и месторождений Вы самостоятельно постигали тонкости камнерезного дела Относить их совершенного владения Разнообразными техниками, приемами, обработки Этого трудного материала По праву вас сравнивают с лучшими героями по жесткой сказке Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Сейчас слово для поздравления предоставляется Искусствовед, члену Союза художников России Давнему другу Витера Михайловича Человек-парнюк Татьяна Басильевна Потом пошли персонажи на Востоковый ЗО здесь Потом в Центральных музеях Экспо 2005 в Японии Потом Франции и так далее Вы знаете, человек очень рос буквально на глазах Но, конечно, Виктор Михайлович у нас признанный, авторитетный Садовник России Каждый цветочек выращивается Самое главное, что цветы у него получаются действительно Как искусство, декоративное искусство Не натурализм, который легко идет Нет штампа, он постоянно растет Постоянно меняется Что-то ищет Пробы, ошибки бывают Дальше это нормально Но он действительно общепризнанный мастер Именно в этом, во флористике Именно в чему-то где у нас Там больше нигде На Урале точно В центре Петербурга Но там совсем другая история Но дорога, она длинная И дай бог, чтобы долго-долго Долго-долго Я вас поздравляю Спасибо Спасибо Предостателю председателя Сырковского А у нас нового художественно-экспертного совета По народным промыслам Правительство Сырковской области Александр Семенович Максяш Выскажу крамольную Такую мысль Вот я сожалею О том, что сегодня Нету мастерской Аберже Наверное, там он был бы Виктор Михайлович был бы Был бы одним из первых коричневек В этой мастерской Создавая прекрасные вещи Ну да, подарок тот, который я хочу подарить Это несколько строк Мастер ловкими руками Чистит точек, режет камень Каждый грань, как свечу Зажигает по ручу Он берет тапаса с грунты Разбирает изумруды То в одном он видит море А в другом пожар весной Видит розовые зори Глупую ночь весной И вот тот камень превратился В волшебно сказочную И другое На тонком срезе Ярландской яшвы Живой и яркой, как рассвет Всегда находишь день Вчерашний И часто Будущий сел Риссон тончайший Словно пустил Глотая каменную пыль Из яшвы Нарезаешь и нести Редины и нести И коды Когда цветами чертоги Откроются перед тобой Найдешь вдруг На краю дороги А снова яшвы Новый год Спасибо И еще раз Предоставляется Известному художнику Основателю революционной династии Члену Союза дизайнеров России Кавалеру памятного знака 150 лет Михаила Керчина Мемориального входа Поддержек Анатолию Степановичу Панфилову Я, конечно, знаю Виктора Очень давно уже Я за ним наблюдал С самого начала Как он начал заниматься И у Татьяны Васильевны И везде Вот Вы знаете Этого человека Можно называть Художник Который несет В нашу душу То есть В любом Все цветет И глухает А для наших душ Которые, кажется В нашем мире Сейчас бренды Которые тяжело выживать И все Это радует Наши души И я думаю Он еще будет Много-много лет Радовать наши души И не только наши И посетители Его выставок Всех Так что Поздравляю Виктору Аплодисменты Аплодисменты Союза Декоративно-прикладного искусства Член ассоциаций Немного реального Кодного биржа Заслуженный Дейтником Нерезного искусства Руководитель Центра народных промыслов И ренес Нижнего Тагилла И наконец Дважды Награжденный Дальд За развитие Предпринимательства Торгово-промышленной Палаты Нижнего Тагилла Василий Нижнего Тагилла Во-первых Большое спасибо Что вы все собрались Видели Что у нас На Урале Мы можем делать Да Как в свое время Значит Мысль такая Пришла Что Из Стали Мы делаем Танки Из кормей Мы делаем Цветы Вот Ну а Что касается Музея Значит Я сюда Пришел Ну да 92 И тогда Вот я первый раз Столкнулся С вашим директором Надеждой Петровной Папу Да Вот И вы тогда Познакомились И вот с того момента Как бы я Иногда появляюсь Вот Значит Знак признательности Я вам хочу Подарить Вот Две книги Этого Лучшие художники России Там есть Мои работы Ну Понимаете Да Ваши Миттера Михайлович Сейчас вам Выставки Лучшие художники России Это вот Видите Яна Пальдюн Это ее произведение По моим работам Но самое интересное Я хотел Подарить вам Что это такое Я сейчас скажу Это Кушкудинская яшпа Второе место Правильнее Мне удалось Разобраться С этим С этой Детективной Историей По Кушкудинской яшпе Два года Я этим разбирался И Недавно В архивах Нашел Практически Все материалы Объясняющие Что же там Все происходило Очень Не окислятся И было видно Что это выработка И кто ее не трогал И там была Вот такая яшпа И тогда Стал Когда смотреть все материалы Выяснилось Оказывается В каталоге В современном Геологическом Этого месторождения Нет Ее просто нет Вот Поднял сначала Ту литературу Которая была В руках И по По поводу Этого месторождения Вот здесь Вот статья Я делал доклад В Минском заповеднике В прошлом году И эта статья Опубликована Это тоже вам Вот это Вот это Образец Это с того Месторождения Их было Два Месторождения Одно В Наурузово Которое было Выработано И последний Кто добывал Мастер Петровский Добывал И он Там закончил Добычу И есть Это документы Указывающие Прямую Точнее написано Что мы Месторождение Выработали Потому что Они просили Деньги На добычу Кускудинская Ее там Оказалось Сего 150 кг Из тех 220 Пудов Которые Они добыли И они потом Запустили Вот это Месторождение Это второе Месторождение Из этого Камня Были Сделаны Колонны В Эрмитаже Там два Камина Сделаны В них Четыре Колонны По две Колонны Что Кокорин Был Очень Он родил Здорово Он Выпросил Под Значит Как бы Под предлогом Что делая Вазу Вот эту Знаете Знаменитую Кокоринская Ваза Из Калканская Яшма Не знает Он написал Что нижняя Часть Она не устраивает Там материал Не соответствует То есть Верхняя Голубая Яшма Нижняя Зеленая И Просил Что надо Нам Значит Добыть Для того Чтобы сделать Император Вазу Добыть И попросил 400 рублей А главный Бухгалтер Пишет Ввиду Отсутствие Сырья На фабрике Надо Добыть Кушкольдинскую Яшму И Калканскую А не наоборот И вот Они туда Приехали А там Ей не оказалось Они Выкрепили Остатки Правда Набрали Еще 220 Пудов Взяли Там Пишут Первый Сорт Первый Вид Яшмы Второй Вид Яшмы И Третий Вид Яшмы Тонкополощенный Они Закончили Отсчитываться Надо Было Перед Императором Надо Было И Запустили Азлаевское Причем Написано Другая Гора И Вес Там 80 Пудов Они Взяли Вот Это Яшмы Через Несколько Лет Когда Перовский Значит Граф Перовский Значит Запросил Чтобы Для Петердорфской Гранильной Фабрики Был Добавый Сырьет Добывали Казаки Но В этот Помент Мне Непонятно Было Почему Какой Он Не Занимался Добычей Он Нашел Изумруды Ему Не До Этого И В этом же 1831 Году Нашли Начали Отрабатывать Ватиху Были Первые Значит Перовский Воикой Какой Он Выезжал В Зим Для Того Чтобы Организовать Добычу На Ватике Чтобы Заложить Шах Вот Поэтому Он Не Мог Принимать Участие Все Удалось Разобрать Вот В этой Книге Этой История Нет Она Еще Будет Материалы Собраны Все Понятно Стало Я Эту Зиму Занимался Доставка Яшны Стало Значит 80 копеек Но Нам Нельзя По этой Цене Поставить На баланс Надо Поставить По Рублю 80 Потому Что Было Такая Добывали По Этой Цене И Все Это Документы Прямо Сам Который Вот Это Вот Они Вырезали Вот Этот Фрагмент Этот Фрагмент И Колонна Там Он Такой Вьющийся Рисунок Остальное Они Восполняли Это Документы Состоян Документы Документы Субтитры создавал DimaTorzok